Этот труд сделали под псевдонимом. Но когда этот труд вышел и стало известно, кто на самом деле переводил этот роман, то это было оценено очень высоко. И на самом деле было много достаточно лестных отзывов. И сейчас, буквально в 2016 году, королева продолжила свою литературную деятельность и вышла ее историческая, так скажем, книга, которая посвящена истории Дании с давних времен, где она как раз весь свой багаж знаний, весь свой потенциал очень раскрыла. И поэтому эта книга действительно стала таким учебником, наверное, можно сказать, для датчан по изучению истории своей страны. Я думаю, мало найдется глав государств в мире, которые бы проявили вот так себя, сделали такой вклад в жизнь общества датского, ну и не только датства, а вообще в общемировой процесс. Но самый, конечно, ее талант как творческой личности раскрылся как художника. Вот. Еще в десятилетнем возрасте Маркетта начала рисовать. И уже тогда ее эскизы, наброски, рисунки, они получали очень хорошие отзывы, и она победила в конкурсе на рисунке по произведениям Ганса Кристиана Андерсена. Вот. И поэтому она этот талант свой с течением времени раскрывала все больше и больше. Но, как я уже сказал, она очень долго стеснялась выносить на соцзрителей свои картины, и поэтому, так скажем, хранила их в чуване или в шкафу, образно говоря. Вот. Но в какой-то момент все-таки она решилась, и, надо сказать, это была выставка к 700-летию одного из городов датских, то нашлись, конечно, не только положительные, так скажем, критики, но и была критика такая негативная. Ну, не скажем, что совсем негативная, но была критика в ее адрес картин. И, конечно, как начинающего художника, это ее, ну, в какой-то степени там задевало, то есть. Вот. Ну, постепенно-постепенно, развивая свой художественный талант, она начала рисовать вот такие вот картины. Одна из картин «Задний свет» называется. Это не совсем, конечно, реалистическая живопись, но она, я бы сказал, что она не, это не абстракционизм, а все-таки больше к реальности. Потому что, видите, ну, лес какой-то, горы. То есть это отражает нашу реальность, в которой мы живем. Вот одна из картин из серии «Ушедшие легенды». Вот. Или, например, вот картина, которая изображает один из районов датских. Вот. Поэтому сейчас ее картины уже выставляются очень давно, выставки проходят, очень много людей на этих выставках, они проходят в разных городах ежегодно, да, они, по-моему, даже уже как-то из-за рубежа даже выезжали. Вот. Поэтому, если говорить о Маргарите Второй как художнике полноценном, то он, конечно, раскрылся и проявил себя очень ярко. Поэтому, конечно, было бы интересно, если бы, вот у меня просто есть такое желание, чтобы такая выставка работа приехала и в Москву. Вот. Ну, видите, это не только вот картины, то есть королева может расписывать и тарелки какие-то, и вообще у него столько талантов, на самом деле, вот я говорю, что невозможно передать. Вот. Вот. Как художник-иллюстратор в 77-м году под псевдонимом тоже Инга Хельд Грассмер был обнародован цикл иллюстрации, иллюстрации трилогии Толкина «Властелин колец». Вот. Поэтому это такой, на самом деле, очень огромный, конечно, труд был, вот, нарисовать эти рисунки, иллюстрации. Вот. Не каждый, так скажем, профессиональный художник мог бы такую работу сделать. Вот. Другая еще очень близкая к сердцу королевы сфера – это театр. Театр, и где она, как раз, выступает в роли в достаточно многих ролях. Это и сценограф, декоратор, дизайнер театральных костюмов, и ее любимые, конечно, спектакли – это спектакли по сказкам Ганса Кристиана Андерсена «Паскушка и трубочист», «Свой киловерный солдатик», «Дикие лебеди». Вот. Ко многим из этих спектаклей она делала костюмы, как дизайнер. А в 2009, по-моему, году она сделала около 200 костюмов к такому эпосу «Народное предание», очень серьезной такой постановки, которая действительно очень много сил. Это отняло у нее, по-моему, очень долго, несколько даже лет она работала над этим костюмами. Вот. Поэтому я, честно говоря, вот поражаюсь, как человек, управляющий государством, может действительно совмещать, причем она же еще возглавляет и всякие общества, патронирует общественные организации, встречается с главами государств, которые приезжают. И все она успевает. Вот. Поэтому поистине удивительный человек. Вот. Ну, вот я говорил, что и сценограф, и декоратор многих постановок. Поэтому это все творческий процесс. То есть она не просто, знаете, там со стороны, она участвует непосредственно вот в подготовке самого спектакля. Она и на премьере, она и постоянно в контакте с группой творческой того или иного спектакля. Ну, вот такая вот, видите, удивительная картинка даже. Еще одна вот ее такая увлеченность, причем вот эту увлеченность мы могли в 2013 году здесь, в Санкт-Петербурге, в государственном армитаже, проходила выставка Декупажей Ее Величества Королевы Маргетты Второй. И выставка прошла с огромным успехом. Ее открывала принцесса Дания, кроме принцесса Мэри приезжала. Вот, удивительные костюмы, удивительные были представлены Декупажи. Вот один из Декупажей, это сказка «Снежная королева». Вот, а основной ее работой это стал фильм «Дикие лебеди», также по сказке Андерсона, который, это был художественный фильм, он вышел в 2009 году, и «Королева» сделала 43 Декупажа к этому фильму. Вот, она участвовала не только как художник, она числится там и как сценарист, и в интервью она сказала, что она участвовала на всех стадиях подготовки фильма, вот, и единственное, что говорит, как бы, она не участвовала в постановке света и компьютерной графике. Но, тем не менее, что касается последнего, она говорит, я раздеваюсь, и в этом отношении тоже хотела бы растичь каких-то талантов. Вот, поэтому вот такие удивительные работы были представлены в этой картине. Ну вот, как раз и анонс этой картины в 2009 году, которая вышла. И она очень широко потом вот была представлена именно на выставках и в каких-то других событиях. Также в 2009 году она выступила еще и рассказчицей сказок. Причем сказки, это была «Снегурочка», вот, и она не просто читала сказки, она и за время прочтений еще и переодевалась. И в том числе, вот, сказка «Снегурочка», она переодевалась в русские национальные костюмы, вот. Это было тоже поистине удивительно. Она, это был выпускной вечер школы танцев ее подруги, вот, которая пригласила ее. И она, ну, если королева в чем-то участвует в таких постановках, она подходит к этому с огромной ответственностью. То есть это не просто, да, пришла там, чего-то это, а готовится очень сильно. И действительно это становится событиями такого мирового масштаба. То есть об этом потом пишут и средства массовой информации, вот. Что еще?